С вами программа «Секреты вкуса». У нас сегодня в гостях Александр Киреев. Мы сегодня будем готовить мейдей. Меня привела кота подружка. Да ты что? Агентант не хочет? Я говорю, нет. Почему? Вот представляю торшочок этот, да. Снова здравствуйте, наши уважаемые зрители. С вами программа «Секреты вкуса» и я, Александр Затуринский. У нас сегодня в гостях музыкант, продюсер, семьянин, финалист фабрики «3». Фабрика «Звезд 3», прости. Александр Киреев. Саш, привет, привет. Здравствуйте. Привет, друзья. Мы сегодня будем готовить мейдей. Я, правда, не запомнил с чем, ты помнишь? С каким-то сыром вкус. Саш, ну что, представляешь, что у нас сегодня будет из ингредиентов и с чего мы, собственно говоря, будем готовить? Мидии как таковые. У нас есть. Мидии. Да. Кстати, сейчас в Мидии, я всегда об этом говорю, почему-то все думают, что это продукт, который очень сложно достать. Сейчас в Мидии очень много наших черноморских, дальневосточных, чилийских, каких угодно. Такой продукт практически как каша манная. Поэтому, пожалуйста, я думаю, что вы найдете. Дальше. Что еще есть? У нас есть, естественно, масло. Оливковое масло. Оливковое масло. Есть у нас сливки. Да. 33. 33%. Парсимально жирные. Да. Есть грибы. Грибы. Сливочное масло. Грибы-вешенки. Вешенки. Тоже, я думаю, что проблем сейчас нет в России с вешенками. Лук. Лук, чеснок. Хрустящий хлеб. Сухарики. Сухарики, да. Ну и зелень всевозможная. И сыр, собственно, в горяк. Тартуфетта. Вот мы обязательно в нашем границе будет написано, мы не можем никак Саши выиграть. Мы тезки, а такую штуку выиграть не можем. Тартуфетта. Я уже почти запомнил. Саш, готовить любишь? Не очень. Женаю больше есть. Люблю все, что связано с мясом. Но вот такую штуку обожаю. Все, что связано с морепродуктами. Когда это вкусно. Когда это жена приготовит. Когда жена приготовит. Или в хорошее место сходить. Хотите есть? Да, двое детей у нас. Две девочки, два мальчика? Мы старше мальчика, 13 лет. Лукьян зовут и девочка. 7 лет. Лукьян? Красивая. Стефания. Отлично. Так, ты помнишь, с чего будем начинать? По-моему, нам нужно начать с того, чтобы обжарить лук и чеснок. Отлично. Мы с тобой меняемся местами. Мы чуть-чуть поменялись для того, чтобы Александру было удобнее работать. Я предлагаю тебе совершить сложную задачу. Это и готовить, и отвечать на мой вопрос. Наверное, начну с того, что наша передача сейчас посвящена знаменательному событию «450 лет Уфы». И, собственно говоря, в честь этого у нас юбилейный марафон, который мы каждый год проводим в Уфе. Это наш уфимский марафон. 10 лет уже проводится этот марафон. Мы с удовольствием завтра будем, собственно говоря, все бежать, чтобы тебя послушать в том числе. Спасибо. Ох, вот это да. Снимай, снимай, снимай. Саша, я смотрю, тебе помощь-то и не нужна. Нет, помощь нужна обязательно, потому что сейчас вот у нас уже почти нагрелось. Слишком рано. Скорее всего, я тебе предлагаю сделать чуть поменьше температуру. Потому что там девяточка стояла. Ты сделай трешечку чуть-чуть поставить. Саша, помнишь, как все делалось? Примерно. Мне кажется, ты все-таки готовишь дома. Бывает. Что любишь готовить именно ты? Не то, что любишь есть, а именно готовить. Мясо. Мясо? Да. Стейки на такой, знаешь, такой грилевой решетке, которая прям же лунная. Да, да. А как ты думаешь, у тебя дома гриль стоит? Специальный гриль такой есть, да. Кубольки, все дела. И вот такие вот стейки классические я делаю. Многие говорят люди. Давай поговорим о фабрике. Давай. Как попал туда? Меня привела туда подружка. Да ты что? Да, мы работали в Москве. Как люди говорят, случайно. Ну, случайно, не случайно, мы тоже до этого уже понимаем с жизненным опытом. Она послушала, буду тебя верьмевать, это моя дурацкая привычка. Хорошо, пожалуйста. Скажи, она послушала, как ты поешь? Нет, она знала, как я пою, потому что мы вместе пели в ресторане. Мы были ресторанные музыканты, работали всякие корпоративы и так далее. А где какие рестораны? В Москве времена года такой есть, до сих пор ресторан. В парке Горького. Да, я знаю. Это старое место. Видовой такой человек. Да, да, да. И вот, собственно, там она говорит, я пойду на кастинг. Я говорю, иди. Она говорит, а ты не хочешь? Я говорю, нет. Она говорит, почему? Я говорю, мне так все хорошо. Я только на такси тут начал зарабатывать. Вот. Она в итоге меня уговорила. А сама не прошла? Сама не прошла. Слушайте, это, кстати, ситуация. Да, классика, кстати, на самом деле. То есть сейчас эта ситуация, кто-то кого-то приводит, пытается сам пройти. А того, кого и кто не хотел туда идти, принимают. А тут кто привел? Да, мне кажется, это люди-проводники такие. Я до сих пор с этой девочкой Таней зову. Танечка, привет тебе. Она вдоль, видимо, вдоль. Она не вдоль, но я ее всегда благодарю при случае и в интервью тоже. Потому что не будь она такой настойчивой, не вытащи меня там в 7 утра после очередной свадьбы, которую мы отпели, закончив. Ну, понятно. На этот кастинг у меня бы жизнь сложилась бы совершенно по-другому. Может быть, тоже неплохо, но по-другому. Саш, мне кажется, тебе надо включить сковородку на пятерку. Да, включаю сковороду на пятерочку. На пятерочку, да. Тык, туда льем. Чуть-чуть, да, оливкового масла. Давайте мы вам рассказываем, что мы делаем. Мы сейчас мелко... Александр порубил мелко лук и чеснок. Сейчас мы нашу включили сковородочку и будем обжаривать лук и чеснок на сковородке. Саша, скажи, пожалуйста, а как... Хорошо, давай чуть-чуть вернемся вообще обратно. А как ты петь-то начал вообще? Почему это произошло? Я учился в музыкальной школе по классу скрипки. Хотел пойти. Я бы закончил музыкальную школу по классу виолончели. О, прикреплен. Коллега. Коллега, ты понимаешь, что это непростая история. Я рассказывал уже в какой-то передаче, ты сказал эту бандуру ужасную. Мне всегда говорили, Саня, у тебя будут кривые ноги, потому что ты виолончели держишь между ног. И у меня была проблема всегда отбиваться от этих всех нападок. Дай мне, пожалуйста, лопаточку. Давай вот эту вот, отлично, деревянную. Вот, я знаю, что такое. Со скрипкой чуть попроще, но... Попроще, но работать надо примерно столько же, чтобы мастерство в руки вложить. Да. Вот. Я мимо ходил в храма, услышал однажды пение хора. Подумал, блин, какая красотища. Дай зайду, спрошу, что к чему. Зашел, спросил. Саня, можно я тебе чуть-чуть... Давай. Давай я тебе помогу. Вот это вот, да. Рассказывай, рассказывай, рассказывай. Собственно, зашел, спросил, говорю, можно с вами? Они говорят, ну, в принципе, можно. Нет, ты начинал с церкви? Да. Я стал петь в церковном хоре. Ну, учиться петь, вернее. Я говорю, я не умею. Я говорю, давай попробуем. Учись. Что у тебя есть. Послушали, ну, и скрипач, слух абсолютный. То есть надо было только аппарат разработать голосовой. То есть связки, да? Связки и дыхание поставить правильно, певческое именно. Собственно, чем они занимались. Кстати, это непростая история. Могу сказать, что у меня есть знакомые, которые действительно тоже учились петь. Думали, о, вот я сейчас, у меня голос хороший. А мне все так просто. И все так просто, как и в любом деле, в которое погружаешься, как бы, с головой. Собственно, вот там я научился. А потом наступает, как говорится, переходный возраст, где хочется уже... Переходный возраст? Ну, вот такое бывает, да. Я понял. Так. И дальше что? А дальше стали нравиться популярные песни. Я сколотил группу, в которой мы пели эти песни. Как ты называешь? 3S. 3S? 3S. 3Сашки, да, и было 3S. Ну, все просто было. Нейминг такой, знаешь, без претензий. Ну, нех, слушай, хорошо. Все равно хоть так. Ребят, мы скидаем сюда, в наш поджаренный лук и чеснок, кидаем, по-моему, вешенки. Да. Так, хорошо, а дальше-то как ты пришел? Во сколько это было? 14 лет? Ну, 14-15, 16 лет, тот период такой переломный. Саня, иди мешай. А, понятно. Работу-то выполняю, давай. Ладно. Так. Добавим немножко масла, тюш. Хорошо, ты начал группу, вы с группы пели. Вы где пели, тоже в ресторанах? Нет, мы пели во всяких ДКшках, я же жил в Алуште, это Крым, и у нас полно салнатория всевозможные. И, наверное, все-таки у тебя сезонность была лето в основном, а зимой, где-то отдыхали. Да, да, да. Круто. Мне вообще нравятся люди, которые живут в Крыму, вообще на юге. Ну, ничего хорошего, Саня. Слушай, я так тебе говорю, я просто, я так тебе говорю, я отдыхаю, я говорю, что ты отдыхаешь зимой? Он говорит, у меня все лето работал, да, это была жуткая работа, именно так, кавычка. Нет, работа действительно тяжело, но тяжело работать везде. Я опыт имею в разных локациях, и скажу, что вот такая история, когда ты вынужден в сезон вкалывать в 4 раза больше, чем лучше на год размазать, честно. Ну, так приятнее жить. Скажи, пожалуйста, какой перерыв между фабрикой, в которую тебя привела твоя подруга Татьяна, да, если что? Татьяна, привет. Спасибо тебе огромное за дарование. Какой промежуток между тем, как тебя привели на фабрику и между тем, как ты говоришь, что ты пил с группой? На фабрику я пришел, мне было 23. Хорошо, а ты что, до этого, где ты выступал? Выступал, мне звали как-то в Ялте в ресторане. А то есть там основное твое занятие? Не совсем. Это как хобби? Это как хобби больше, да. Я пытался поступить на маркетинг и менеджмент в Симферополе у нас. Так, подожди, давай, ребят, мы секундочку, вот чуть-чуть тебя смотрим еще. Не-не-не-не. Я здесь, да, ты здесь. Ты до конца не приди. Я думал, только расскажу. Нет. Теперь мы дальше. Мы пытаемся из этого что-то приготовить. Кидай миди, на, кидай миди. Прямо вот так. Да, только я бы на твоем месте, знаешь, четверочку поставил, чтобы... Да, и, наверное, чуть-чуть оливкового масла. Чуть-чуть добавить. Ага. Так. Нам здесь подсказывают из зала, что не пора налить нам... И он должен томиться, наверное, томиться, томиться. На тебе тимьян. Пару веточек. Да можешь три добавить. Хорошо, да. Он скупится на тимьян. А это вкусная штука. Я бы добавил вообще все. Это крутая штука. Тимьян хуже не будет точно. Туда его прям перемешать. Не перетимьянить надо. Нет, невозможно перетимьянить. Да, думай, 100%. Помешай, он должен быть тимьян. Тимьян, да. На самом деле у нас блюдо почти с тобой готово. Я бы добавил сливочного масла. Соль и перец еще давай. А, соль, перец. Знаешь, чуть-чуть кислоту надо убрать. Это сахарок. Я думаю, что по ложечке туда сахара, соль, перец. По вкусу ужасно. Вот мне это бесит всегда. Но как можно принять вкус, если ты еще не готов? Ну, не готов, не знаю. На, по вкусу это значит 2-3 раза. О, все, вот это по вкусу. Отлично. Это у нас есть. Дальше мы туда кидаем сливочного масла ложечку. Да. Ай, вкусняка будет сейчас, вкусняка. Вкусняка. И по, да, аккуратненько. О, супер. Так, пахнет, не представляете себе. Я бы уже это ел. Быстро мне расскажи, пожалуйста. Как, где ты познакомился с женой? На гастролях. Я приехал в один из первых городов тура фабрики звезд. Это был цирк в Костанодаре. Это твоя была фанатка? Да. Она пришла за кулисы. Просто сама пришла и все. Соро, по цене у нее были знакомые среди организаторов. А, ну по блату, короче. По блату, фактически, да. Стояла со мной рядышком, света не пала. Нет, ты на меня не надо смотреть сейчас. Стояла около меня рядышком. Не срабатывала эта, вот помнишь, мыльница вот эта штука. Не срабатывала, я ее рассмотрел. Типа такого, мыльница, да. Говорит, приходи вечером на ужин. Она говорит, не приду. Я говорю, да не ко мне, а ко всем нам, к артистам. Вместе пообщаемся. Тотая она пришла, пообщались, обменялись контактами, стали разговаривать. Потом друг к другу ездить. А она с тобой на гастроли, кстати, ездит? Да, ездила. Постоянно? Ездила, а сейчас нет. А она чем занимается? Она сейчас очень востребованный врач-косметолог в Москве, в большой клинике. Короче, вы сейчас скучаете друг по другу. А раньше, когда вы ездили вместе, было такой чуть-чуть напряженный. Да, не, напряженного не было. Это был веселый, как сказать, пионерский лагерь. Представляешь, на выезде? Вот примерно партия выглядели гастроли. Трошачок это, да. Ну что, у нас последний этап. Мы должны вылить сюда, на, выливай сам сливки. 33-процентные сливки выливаем в нашу сковородку с медьями. Этот соус должен загустеть, поэтому чуть-чуть можно сделать, на пятерочку поставить. На пятерочку добавляем. Да. Загустеет и дальше мы будем... Зелень у нас вон еще есть. Зелень, да, обязательно. Тебе нужно ее порубить. Порубить. Эта тарелочка в глубокую желательно, потому что у нас, собственно говоря, я даже думаю, что это, наверное, маленькая, но такая есть. Да. Все думаешь? Ну, а что нет? А слушай, так профессионально, держишь нож и так режешь профессионально, я так понимаю, ты не только мясо готовишь. Бывает. Ты нам чуть-чуть лукавишь. Я просто люблю, когда меня кормят. Сам не очень люблю готовить. Я смотрю, ты сам себя прокормишь тоже. Ну, могу тоже, да, в принципе. Так что я понял. Всякие этапы в жизни были просто. Так, давай, все, петрушку достаточно. Саша. Туда ее? Не, не, пока нет. Давай так, помешай. Запах. Саша, кроме мяса, ты, вот у тебя дети вообще что любят кушать? Да как все дети макароны любят. Понятно. Всасывают, да? Это болезнь вообще. Я своих никак не мог отучить, но вроде сейчас уже повзрослели, поэтому не... Так, давай сделаем так. Я тебе вот эти ошметки сюда заберу. Так, давай, добавили немножко еще, чтобы загустить его. Ну что, надо туда, я думаю, что мы, в принципе, думаю, добились правильного результата. Чуть-чуть хотелось бы гуще, но, Саш, на тебе терку. Сыр у тебя вот он. И можно туда уже его потихонечку тереть, да. Как же... А, вот так. Вот так, да. Вот у тебя прям... Ай, вкуснотища-то какая. Красота. Ну. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Отлично. И сверху посыпаем туда еще и петрушкой. Так, давай вот так сделаем. Опаньки. Это петрушка. И все мешаем. Смотрите, какая красота у нас получается. Хочешь, ты просто сфотографируешься самим вообще. Слушай, это будет моя красота теперь. Я, наверное, твоя супруга сейчас увидит это и будет тебя заставлять делать это каждый раз. Сто процентов. Кто-то попал. Теперь я знаю. Да, теперь все узнают, что я это умею. Оказывается. Будут приходить. Ребята, не выключайтесь. Мы к вам вернемся через несколько секунд. Будем это красиво выкладывать на наши тарелочки. И пробовать, что Александр приготовил жене. И что он будет готовить в будущем жене. Потому что он уже не отмажется. Ай, запах вообще просто бомбический. Вообще бомба. Прям бомба. Сыр еще дает такой пикантность, как это принято говорить. Саш, надо выкладывать это все на тарелку. Надо так надо. Да, мы сейчас будем это еще пытаться. Ой, 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 ребят. Перфетто. Мне кажется, повара идут работать только из-за этого вот прям запаха. Ощущение, да? Да, повара. Смотри. У нас есть пинцетик очень крутой. Ребят, красават. Сейчас уже это не новенький. Это красивая штука, которой можно, собственно говоря, пользоваться. Можно вот так сверху, да, сделать красивенько. Как ты умеешь. Ой, слушай. Практикуешься. Года, года, года. Положим греночки. Это пинцетики. Это мне нравится, когда повара вот так, знаешь, красиво выкладывают. У нас, посмотри, вот можно вот так вот вставить греночки. Мне кажется, неплохо, да? Потом, знаешь, гостю вот так принести. Да, да, да. Италия, перфетто. Вот такая штука у нас получилась, ребят. Я думаю, что мы будем это пробовать буквально через несколько секунд. Думаю, у вас получится не хуже. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Саня, ну что, смотри, настал самый важный момент в нашей передаче Это мы пробуем то, что ты приготовил с маленькой моей помощью Есть очень важное правило Когда ты пробуешь, ты будешь первый пробовать Ты по-честному говоришь, что-то понравилось, что-то не понравилось И как, собственно говоря, мы удачно или неудачно с тобой сегодня это сделали Поэтому на камеру тебе нужно будет сказать Судя по тому, как это пахнет, мне кажется, все-таки получилось Можно промолчать, ничего не говорить Во-первых, мы макнем ее сюда Макнем ее соус А ты даже знаешь, мне кажется, ты уже готовил это блюдо Нет, я не готовил, но принцип понимаю Ага, так Волшебно, да? Я прям чувствую Огнем прям флюиды, флюиды Знаешь, что не хватает? Ничего не хватает Честно? Жены рядом? Бокал белого и на берегу белой реки Сесть, наслаждаться видом И вот это все есть Белое под белую, это очень круто Я, ребят, я попробовал, это очень вкусно Я очень хочу пожелать тебе завтра круто выступить Спасибо Пробежать до сцены Я не знаю, у него двойная задача завтра не просто участвовать в марафоне А еще добежать до сцены и там выступить Поэтому тебе завтра круто выступить Ребята, с вами прощаемся, до новых встреч Было сегодня очень круто и очень вкусно Спасибо, до свидания Прекрасно Попробуй, что-нибудь вообще сыпем туда Ну-ка А, оно? Да, я понял Любители вина Бухарики старые Отлично У меня У меня Пока Продолжение следует...